Всем привет! На связи Германия. Снова мы. Кстати, сзади нас стоят настоящие немецкие машины. О них и пойдет сегодня речь. Немцы очень любят свои автомобили, потому что они очень красивые и не ломаются. Да, про немецких девушек не скажешь ни то, ни другое. В Германии много машин, поэтому всегда очень сложно найти парковочное место. И людям приходится идти на хитрости. Первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания был изобретен именно в Германии инженером Карлом Бенцем в 1886 году. Выглядел он так. На резонный вопрос, а нельзя ли было изобрести автомобиль красивее? Карл ответил, зато не на трамвае. У каждой машины на стекле должна быть наклейка, сообщающая, как сильно автомобиль загрязняет окружающую среду. Обычно наклейки бывают зеленые, наименьшее загрязнение, желтый, средний уровень и красный, высокий уровень загрязнения. Поэтому, если вы вдруг увидите машину с черной наклейкой, бегите. Походу, это химическое оружие на колесах. В Германии очень четкое распределение, кому какие машины нравятся. Приезжие из стран бывшего Советского Союза предпочитают Мерседесы. Турки, например, любят БМВ. Ну а немцы... Да, немцы ездят на велосипедах. В Германии, чтобы получить водительские права, придется выложить кругленькую сумму. Минимум полторы тысячи евро. Поэтому, чтобы сэкономить, некоторые ездят без прав. Ну а что им? Ничего ж не сделаешь. Права не отберешь. Родители охотно платят, чтобы их дети получили водительское удостоверение уже в 16 лет. Правда, с такими правами можно ездить только в сопровождении взрослого. Вот как удобно, да? И чадо как бы под присмотром. И выпущих родителей есть кому домой доставить. Когда машина отъездила свое в Германии, у нее два пути. Если машина вела себя хорошо, она отправляется на переработку и становится новой машиной. Если плохо, попадает в Украину. Извините. Кстати, интересный факт. В Германии работает простым автомехаником король народа Эве из Ганны. А племени управляет он через интернет. Так что нет ничего страшного, если у главы государства вторая работа. Кто-то механик, кто-то производитель конфет. В общем, каждый крутится как можно. Члены правительства, кстати, ездят на обычных автомобилях. Например, Меркель ездит на Ауди А8. Правда, бронированным и с усиленным мотором. Так что, если вы увидите на дороге Ауди А8, захотите определить, не автомобиль ли это Меркель. Достаточно просто бросить камень, и все. Если разбилось, значит нет. Немецкие водители не предупреждают друг друга о том, что на дороге полицейские. Под миги именем фар. Ведь этого нет в правилах дорожного движения. Поэтому они и не знают, что так можно. В Германии, если машина неправильно припаркована, то ее очень быстро эвакуируют. Кстати, что-то машина забирает. Б***ь, аж моя. С вами был специальный корреспондент из Германии Влад Матаренко. Э, алё, это моя машина, слышь, ты! Слышь, ты!